Всем привет, меня зовут Надин Шмаффин, и это игра, которая называется Best Months Ever. Итак, новая игра. 69-й. Да, странный выдался год. Год, когда дяди Сэму надрали зад. Молодец сказал старикам, идите нахуй. Год, когда человечество взглянуло на планету Земля под новым углом. Год, когда я понял, каково бы взрослым. Мне тогда было 8. Мама тогда работала днем, а ночью училась, и она была твердо намерна дать нам лучшее будущее. Мне пришлось быть самостоятельным, потому что не хотел быть для нее обузой. Мы тогда немного знали друг о друге, она не говорила, а я не спрашивала. Но все изменилось с тем летом 69-го. Мама узнала, что ей осталось не так много времени. Тогда она сказала, что нужно найти для нас новый дом. И умолчала, что этот дом только для меня. Да, это печально, конечно. Но с другой стороны, мама его правильно поступила. То есть она прям тотально заботится о будущем своего ребенка. Музыка тут довольна атмосферой. Это что? Это что такое? Нравственность, уверенность, открытость. Окей. Там просто какие-то значки со мной не видно. Подожди меня в машине. Мам, ты надолго? Объясни цель. Зависит от того, как быстро я говорю мистера Хатта мне заплатить. Он мне не нравится. Он никому не нравится. Можно с тобой? Нет, милый, я сама справлюсь. Так, характер митча. Принятые в игре решения имеют личностные показатели митча. Значение этих показателей определяет то, каким вырастет митч. Ага, у нас тут типа тамагочи, только сложные. Нравственность. Нравственность показывает отношение митча к закону и исследованию правил. Уверенность показывает уверенность митча в себе. Открытость показывает отношение митча к другим людям. Мм, интересно. Так, то есть, по сути, мне только, видимо, ответы выбирать. Или что-то еще делать. А, нет. Все-таки это как квест. Я уж подумала, мне придется только сидеть читать, как визуальную новую. Так, входим. Луиза? Рад тебя видеть, тыковка. Ты не перепуталась? Сегодня моя смена. Эм, скажу прямо. Привет. Где шеф? На горшке. С журналом для взрослых? Придется подождать, дорогуша. Мне некогда ждать. Но ты сама знаешь, что хату лучше не отвлекать, когда он читает. Но стекло что-то попробуй. Так, ну поговорю со всеми пока. Маме Элвин очень нравился. Она его чуток потрепала там же, где и большинство ветеранов. В дешевом баре. Значит, покидаешь нас, детка? Как догадался? По глазам. Ты уже душой в дороге. Я буду по тебе стучать, старикан. Я по тебе тоже. Спасибо. Бетти, можешь делать мне доложение? Да, в чем дело. Шеф заложил мне 85 баксов. Сверхурочные? Ага, можешь выдать из кассы? Ты даже знаешь, что не могу. Ладно. Ладно, подожду, пока выйдет из сортира. Мама не любила ждать. Ну, я не хочу давить на официантку, она-то ни в чем не виновата. Папочкины труселя. Вы кто такие? Уайет и Билли, байкеры. Когда они гоняют по дороге, они сидят здесь, закладывают за воротник, укрепствуют за официантками. Я хотела стать одним из них, когда вырасту. Привет, Луиза. Мне послышалось, или ты правда уходишь? Протвердить. Ага. И что будет дальше? Ответить уклончиво. Видимо, вдавлю педаль газа в пол. О, да, сигнал, что рано или поздно. Ты решишься, Лу? Айда с нами. Ну-ну, Лайд, придержи лошадей, пока с них не свалился. Эти ребята казались дихими, но не обидели боемухи. Просто хотели чувствовать свободу. Говорят, через год их сбил грузовик. Чё-то не очень позитивный конец. Ну и скука! Всё, я выхожу из машины. Я, пиздюк, выхожу из машины. Я почти не помню Хатта маминого босса, но до сих пор перед глазами стоит его красная машина. О! О-о-о, ты мелочь потерял, мужик. Я отдам ему. Привет, Митч. Вернуть деньги. Вы уранили пятёрку. О, спасибо. Ты молодец. Забудь себя о своей маме. Ей это не помешает. Почему? Кажется, ей хорошо. Просто поверь. Ах, да. Чуть не забыл. Это тебе. Чё, мне дали? Зажигалку? Ну, кой хрен она мне нужна? Ива, Джима? Су старых времён осталось. В пути может пригодиться. Ну, ладно. Как скажешь. Здорово, спасибо. Все важные решения, принятые Митчем, в его диалогах также определяют его личность. Ищи-ка свою маму. Пойду в окно посмотрю. Не сказали ждать, я пойду в окно смотреть. Почему нет? Какого хрена ты тут забыла? Ты больше не работаешь. Так, хочу деньги. Я пришла за деньгами. Какими ещё нахуй деньгами? Ты же сама свалила. Ты должен мне за последние две недели. Я тебе должен. А ну, давай поговорим. Поговорим в моём кабинете. Сейчас пиздюли ей отвесит. Или домогаться начнём. Добро пожаловать в королевство Хатча, Золуца. Хатта. Так, о чём мы там говорили? Ах да, о том, что ты должна мне полторы сотни, Золуца. Чего? Я тебе ничего не должна. Это равно столько, во сколько мне обошёлся твой уход. Меня твои проблемы не касаются. Мне нужны мои 85 баксов. Всегда нравится твой настрой, Золуца. У меня нет времени. Мне нужны эти деньги. А что, если я добавлю к твоим 85 и ещё 65? Найдётся у тебя время? Нет. Мне нужны только мои деньги. Очень жаль. Без амбиции в жизни далеко не уйдёшь. И даже не услышишь моё предложение. Блядь, ну он же по-любому что-то нехорошее хочет. Ну давай. Ну что тебе от меня надо? Знаешь, как мистер Хату здесь одиноко? Ну конечно, конечно. Провоцировать? Спровоцировать на что? Спровоцировать это значит либо, типа... Спровоцировать его на близость, или спровоцировать его на пиздюль. На что из этого? Подшутить. Поговорим мы об этом со своей женой. Мы с ней в последнее время слегка не ладим. Правда? Удивительно, что ты на неё нашла? Знаю я таких. Строите себя не до трох, но на самом деле... Готовы переспать с первым встречным. В тот момент мне хотелось только одного, чтобы мама оттуда ушла. А потом плодите никому ненужных выблетков. Я, конечно, не осуждаю, но ты всё равно ты тянешь мне толторы сотни. Спокойно. Ты закончил? Тогда, пожалуйста, дай мне мои деньги. Последний шанс. 250 долларов. Холодная месть или горячая месть? Как понимать? Холодная месть я отомщу ему через 30 лет, или горячая месть я дам ему по башке прямо сейчас? Блядь, я не знаю. Холодная. 250? Говорят же, что мы договоримся. Чего? Это не то, что я имела в виду, блядь! Взгляни хорошенько, сладко. Вот как выглядит настоящий мужик. А ты знаешь, ты не так уж и плох. Ой, я знала, что тебе понравится. Начни-ка отсюда, детка. У меня есть идея получше. Давай поиграем в отними свою одежду. Ты сладко! Ах ты, шлюп! Ну, пиздюль она отвесила. А горячая месть это как? Типа она в любом случае бы, наверное, пиздюль получила. Ну, как прошло? Все, я забираю деньги с кассы и валю. Ты за что делаешь? 85. Забираю премию за сверхурочную. Мистер Хат меня за это убьет. Ничего не знаю. Мне нужны эти деньги. Ты, блядская шлюха. Я тебя щас уебу нахуй. Какого хуя, блядь? Пиздуй нахуй из моего бара. Эй, Вайет, мне кажется, Рижердяй нарывается. Нет, Билли, не кажется. Счастливого пути, Луиза. Спасибо. Какой-то скомканный диалог уже сейчас получился. Я немного не то ожидала. Митч! Мам, это правда, что мистер Каат сказал? Что я никому не нужен. Поэтому мы уезжаем. Что? Нет, зайка. Хат плохой человек, он все наврал. Но его карма только что его настигла. Что такое карма? Я тебе позже расскажу. Откуда у тебя зажигалка? Это Ива Джима. Это Элвин не дал. Дай-ка мне ее на секунду. И подожди меня в машине, хорошо? Мне кажется... Там просто... Она пришла и спрашивает, типа, мол, это... Ты что, зайка, все не так? Мне кажется, она... Она бы сказала, ты какого хуя вообще из машины вышел? Пиздуй, назад. Мне кажется, поджигать машину это нехорошо. Проблемы с законом будут. Говорит, ну вали, конечно, побыстрее. Потому что рванет и тебя зацепит. Митч, даю тебе слово. Нас ждет лучший месяц в жизни. А ей, наверное, месяц только остался. Наджелепси... Миесия... Это на польском? Или что это такое? Это откуда взялось? Почему оно такое? Я уж подумала, что она в конце хочет вообще всю забегаловку поджечь. Ну, ладно, только машина. 1961-й. Но у меня открытость упала. Открытость 45, уверенно 67, а нравственность 59. Не открытый у меня будет, Митчи. Ну и правильно, ничего. Что? А, это поза была. Видела, видела. Невероятно, если не сперед дедушка, Элайджа и Луиза, ты его до смерти напугала? Ну, отлично, пусть сдохнет. Спровоцировать? Ударить в ответ! Я борзу. Ты об этом пожалеешь. Очень сомневаюсь, я сюда больше не вернусь. Ты еще будешь умолять меня, пусти тебя обратно. Ну, это, видимо, она с родителями поругалась своими. А Луиза-то не промах, я смотрю. Да, вот, и спустя... Мама потом сказала, что вернуться домой было самым глупым в ее жизни поступком. Ого, дом такой огромный, чего мы ждем? Мы ждем, когда мои родители помрут, сказала Луиза. Постучать, постучать. Привет, ты, наверное, Буч? А ты кто из полиции? Я Луиза, твоя тетя. Я тебя не знаю. Мама дома? Мам! Мам, тут какая-то тетя. Луиза? Поздороваться осторожно или поздороваться радостно? Давай радостно. Че? Кэти, как же я по вам скучала. Извини, у меня руки грязные. Да, конечно, прости, что так внезапно. А это кто? Мой сын. Митч, пора бы ему познакомиться с семьей. Поздороваться с тетей и двоюродным братом. Здравствуй, тетя. Двоюродным братом в раке. Почему? Потому что он негр. Темнокожий. Не так говорить, пацан. Тебя въебут. Сарказмом. Здраво, сарказмом, здраво. Какая разница, блядь. Я не знаю, что оно хочет под этим подразумеваться. И какое это имеет значение? А ты не знаешь? Как это, мама? Они наши родственники. Да. Вы заходите. Я понимаю, ну 69-й год. Он довольно такой переломный был. Проездом у нас? И... Возможно, в те времена еще к темнокожим относились довольно негативно. Поэтому у него такая реакция. Сказать правду. Нет. Я хочу остаться на какое-то время. Такое дело, у нас уже гости. Мне вас негде оставить. Кэти? Кто там? Какая-то Луиза, бабушка. О, бабуля сейчас въебет. Луиза! А, я же тебе говорила, что ты обратно приползешь. Митч, познакомься с бабушкой? Здравствуй, бабушка. А где твой папочка? Он тебя бросил, бедняжечка? Это у нас семейная. Луиза хочет у нас остаться. Но сейчас не самое удобное время, так ведь? Удобнее и быть не могло. Но, может быть, решим, когда дедушка вернется с прогулки? Ну, как скажешь. Как тебя назвали, малыш? Я Митч, бабушка. Обращайся ко мне не бабушка, а Маргарет, понял? А я тоже так могу? Мальчики, сгоните поиграть и на улицу. Как в старые добрые времена, мама с дочками испечет пирог. Ты научилась готовить пироги? Нет, но могу показать тебе, где у нас мука. Я могу, да я тебе еще раз по щам. Видал, как я могу? Ты умеешь леку поднимать? Охренеть. Охренеть. Вот это что-то с чем-то. Теперь ты. Она хоть и не послать? Он же еще маленький. Это, мол, Буяна лет 12. Ну, или около того. Я не знаю. Мой папа был морпехом. Знаешь, что он про негров говорил? Ну, расскажи. Он говорит, что негры сильные и тупые, а ты даже не сильный. Блядь, ну если я его утолкну, будет конфликт с этими... С родственниками. Проще его скорбить. А тебе он не говорит, что ты жаробасина? Ах ты, сука! А ну замолчи, а то я тебе нос разобью. Спорим, что бросать ты тоже не умеешь. Вот так, теперь ты. Я тоже умею попадать, и что? Попадешь туда же, куда и я? Кидаем в канистру. Проще простого. Я первый. Ой, еще и снова. Ну, попал же. Просто повезло тебе. Ах! Деру! Сука! Блядь! Мелкого сейчас обвинят во всем! Нет! Вы что? Он ни в чем не виноват. Это все тот жаробас. Буч, Митч! Где вас черти носят? Не говори, что это я. Траговаться. А что мне за это будет? Я дам тебе мой сэндвич на ужин. Не хочу я твой сэндвич. А чего хочешь? Ты скажешь мне что-то, что тебе будет сложно сказать. Должно бы ты скажешь, что любишь черных братьев. Это как? Легко. Скажешь громко и четко. Я люблю черных братьев. Ну, ну ладно. Ну, ну ладно. А хитер! Пацан-то хитер. Отличная эта тактика. Выходите, блядь. Так, у меня открытость 55, уверенность 67 и нравственность 54. Кто разбил окно? Что происходит? Ну, говори давай. Митч Буч. Буч это толстый. Ну, давай, Митч. Я возьму вино на себя, а он скажет, что ему нравятся черные братья. Это я. Оба в комнаты, чтобы я вас не услышала до ужина. Дедушка вас накажет, когда вернется. А почему мне нравственностью по? Лу, мы можем поговорить? Луиза. Должна заплатить за стекло. Я не поняла, почему у меня упала нравственность, если я, типа, прикрыла его. Мне кажется, должно поднимать нравственность. А, блядь. Ну, ладно. Это все, что есть. Возьми. Я заплачу за тебя, а ты должна уехать. Пока дедушка Элайджи не вернулся. Я должна здесь остаться, Кэти. Я с ним поговорю. Он не разрешит. Ваше пребывание будет стоить денег. Ты же знаешь. Но ведь это не ради меня. Лу, помашь мне тут наверху? Не позволяй с собой манипулировать. Я стояла у окна и все видела. Что ты видела? Видела, как Бутч попал камнем в стекло. Чего? Удивлена? Кэти сделает что угодно, чтобы Бутч был невиновным. Иди к сыну. Он уграет у Бутча в комнате. А, ну это Маргарет не такая уж и плохая. Она понимает. Так, а где комната? Спуститься. Какая спуститься? А комната где? Комната Кэти. Кэти? Что это было? Только не воруем. Посмотреть. Тетя построила здесь мемориал для своего мужа. Он погиб в Вьетнаме. И стал семейным героем. А, ну всего-то. Ладно, я уж подумал, там деньги какие-то. Так, это что-то комната. Это комната, в которой мне нельзя. Ну ладно. Как скажете. На сцене висела винтовка. Всегда заряжена, в тот случай, если вдруг заявятся проклятые коммунисты. Это ружье потом выстрелит. Так, это фотка. От этого дома мурашки шли по коже. Они жили одними воспоминаниями. На этом фото семья дедушки сразу после того, как они приехали из Польши. Они стали еще большими американцами, чем сами американцы. О, книжки. Мама рассказала мне, что тетя Кетти читала ей сказки на ночь. И что ее мама никогда этого не делала. Да и моя тоже. Семейная. Дедушка совсем скоро вернется. Сходи наверх и позови мальчика в к ужину. Окей. Подожди, а почему до этого я не заходила? В комнату мальчиков. Мне сказали идти к ним. Я пошла. Там была дверь. На нее нельзя было нажать. Ну ладно. Бутч, мама тебя зовет. Она достала пакет чипсов. Не такое я запомнила эту комнату. Мам, смотри, какие у Бутча классные игрушки. Вижу, что у него что, не игра, то война. Мальчишки всегда играют в войну. Да, потом на ней погибаете. Как папа Бутча? Да. Как мой папа? Нет, мальчишка. Твой папа пропал без вести в мирное время. Он куда-нибудь найдется? Посмотри, какие у Бутча плакаты. Смотри, смотри. Смотри, какая красота. Так. А что, меня на что-то делать? Плакаты и плакаты. А, вот плакат. Старые обои. Воспоминания начались. 51-й год. Ты же не веришь в выдумки восьмилетки? А что, если это не выдумки? Да она просто хочет внимания. Мой отец никогда не допустил бы такого позора. Ой, сколько мне еще придется выслышивать, чего бы там ни пустил твой отец. Но мы живем в его доме. В этом-то и проблема. Конечно, давай, иди снова нажрить, чтобы весь мир видел, как опустилась наша семья. Я не хочу, чтобы они ругались. Не надо было тебе врать братца Джуду. Ну, я не врала. Однажды папа уйдет от нас из этого вранья. Или дедушка его выгонит. Ты на меня слишься из окна? Почему ты сказала, что это ты его разбил? Чтобы помириться. Сама увидишь за ужином. Блять, ну, позволь ему взять себя. Гаверюсь. Твой поступок достоин уважения. А вообще тебе здесь нравится? Хочешь остаться подольше? А ты? Да. Тогда я хочу быть там же, где ты. Луиза, дедушка вернулся. Представление начинается. Пойдем. Почему у меня нравственность падает? Представление? Да. Ладно, пошли, познакомимся с прадедушкой. Нравственность 44. Я видел, как дом начал менять ее. И не в лучшую сторону. До этого длитворного влияния было далеко даже болезни, предающие ее изнутри. Я болелся от того, что могло случиться, и что она осталась здесь. Я хотела, чтобы мы ушли, но шоу только начиналось. Но еще больше аттракций были в будущем. Пацан, ты фальшивишь, кажется. Довольно. Хватит этой пытки. Ты уже два года репетируешь, но до сих пор в ноты не можешь попасть. Тогда-то я и понял, почему мне нужно было взять на себя вину за разбитое окно. И то, что нам нужно было убираться подальше. Дедушка, может Митч сыграть? Лиза? Митч? Этот шкет умеет играть на трубе? Блядь, ну давай, у сдержанно. Могу попробовать. Может быть, начнем можем? Нет-нет, пусть покажет, на что способен. Хуже уже все равно не будет. Надь тебе трубу, играй. Хотя я не знаю, откуда он учился играть на трубе, если честно. Тоже большой вопрос. Сейчас джаз бацает. Ну да, хорошо играет. Ну да, хорошо играет. Луиза, как ты выросла? Это юное дарование твой сын? Сейчас же извинись перед отцом Джудой за ложь. Но это правда, мамочка. Обязательно все это так делать? Если не можешь решить эту проблему, то это сделаю я. Нет нужды. Дети ведь такие фантазеры придумывают иногда. И помоги нам жить правильно и досветиться имя твое. Он домогался ее, что ли? Аминь. Что ты там мне хотела сказать, Кэти? Мальчики играли, у нас разбилось окно. Само собой разбилось. Ну то есть... Луиза, ты знаешь, кто из детей разбил окно? Митч. Это был Митч. Это ведь был я, да, Буч? Я только хотел сказать, что я люблю черных братьев. Ты что такое несешь? Ну что за цирк? Просто вставь и другое, а то и дует ведь. Давайте уже есть, а то еда остынет. Приятного. У меня нравственность 44. Сейчас, может, не самый удачный момент, дедушка, но мы можем поговорить. Удачнее уже не будет. Тогда я сразу к сути. Мы с сыном можем тут погостить? Он читать умеет? Его зовут Митчи, да? Читать он умеет. Возьми-ка Библию. На столе лежит. Так вот, у меня нравственность 44, уверенность 72 и открытость 70. Почему мне падает нравственность, я не понимаю. Но ведь это я должен читать. Митч наш гость родной. А теперь встань-ка на стул, чтобы всем было видно. О, унижение какое. Дедушка. Замолчи. От Луки, стих 15-12. Будобр, прочти слух, мальчик. Отец, отдай мне ту часть имущества, что мне причитается. Через несколько дней младший сын, собрав все свои пожитки, отправился в далекую страну. И там промотал все, ведя разгульную жизнь. Когда он же, он расстратил все, в той стране наступил великий голод. Достаточно. Ты знаешь, о чем тут говорится, парень? О блудном сыне? О том, что нет ничего важнее семьи. Садись. Луиза. Я рад, что ты нашла путь домой. Я тоже. И только я не был рад. С возвращением домой, моя девочка. Мам, можно мне черного двоюродного брата? Я еще не закончил. Это ведь Божья воля вернула нам Луизу, так ведь, Лу? Наверное. И его же волей мы разделяем этот момент с нашим добрым семейным другом. С тем, кто был с нами 30 лет. С тем, кого ты так жестоко оскорбила. С тем, кого ты так жестоко оскорбила. Ну да, 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 да. Судя по всему, он домогался. Во что играешь, Луиза? В дом. Можно я с тобой поиграю? Ммм, вкусная конфетка. Будешь? Не доверять. Нет, вы ведь ее уже съели, отец. Когда мы одни, можешь звать меня дядя Джуд. У меня в кармане есть еще, она должна помочь. Блядь, какой же какой. Можешь помочь мне ее достать? Блядь, какая жесть. Луиза, извинись перед отцом Джуда и за ложь. Скажи, что все выдумала, и воссоединись с семьей. О, какой сложный выбор. С одной стороны, я могу извиниться, и... Типа, мелкий останется. С другой стороны... Блядь, ну я с другой стороны... Она же умирает через месяц. Сколько там ей осталось-то недолго. За пацана... За пацана, конечно, жалко. Блядь, ну я совру. Я думаю, если он начнется домогаться в нее взрослом возрасте, она просто даст ему по морде. Все ждут, чтобы я принесла извинения. Как я понимаю, это условия для того, чтобы стать частью этой семьи. Лучше поздно, чем никогда, Лу. Отец Джуда, вы примите мои извинения? Только, если ты считаешь нужным. Простите мне за то, что будущая восьмилетняя девочка не позволила вам меня трогать. Что я кусила вас за палец, когда вы залезли им под мое платье? Что я расцарапала ваше лицо, когда своей рукой вы... Луиза. Мам, прости, что рассказала тебе, потому что думала, что ты поможешь. Довольно. И у тебя, дедушка Элайджа, я тоже прошу прощения. За то, что из-за страха перед тобой обмочила трусики. И у тебя, Кэти, за то, что ты эти трусики меня меняла тайком. Ты все поужинали. Джуди, помоги мне выйти. А ну сидеть, я еще не договорила. Блядь, ты нахуя винтовку берешь? Ты че? Мать, ты че? Луиза, убери оружие. Я хочу слышать ваше признание. Смотри, даже сына испугала. Мама, блядь. Семейное фото давай. Слава богу, истина всегда побеждает. Прости меня, Луиза. Отец Джуда и меня трогал, и делал кое-что намного хуже. Но я так боялась, что если скажу правду, то мне все возненавидят, как тебя. Не слыхана, Джуда. Вы об этом знали, вы все знали. Да ты спятила. Я уже давно спятила. А теперь признавайся, дядя Джуд. У тебя до сих пор конфетка в кармане, так ведь? Мам, я не должна была брать конфетку у дяди Джуда? Ты дал конфетку моему мальчику? Серьезно, она замочила его? Ебануться. Кэти, все, отдай мне. Идем, Митч, погостили и хватит. Блядь, я думала, если бы я знала, что все так повернется, я бы не стала выбирать говорить правду. Они все равно уехали. Митч, быстрее. Луиза! Раньше не получалось, но другого отмазки уже не будет. Тебя отец искал? Чего? Прости, что раньше не сказала. Он оставил свой адрес. Найди его. Я сама так и не решилась. Береги себя, Кэти. Еще и быстрее, мы скажем, что это ты в него стреляла. Я не видел, как священника попала пуля. Только немного крови на полу. Мы еще долго ехали молча. Может быть, остановиться на ночь среди леса было не самым безопасным выбором, но там хотя бы было тихо и безлюдно. Прости меня, сынок, я не знаю, как тебе все это объяснить. Я только хотела, чтобы ты познакомилась с семьей, и ничего глупее я сделать и не могла. Не так все это должно было закончиться. Этот священник сделал тебе больно? Да, милый. Мама больше ничего не сказала, а я боялся спрашивать. Хорошо, что мы там не остались. Мы справимся, ты и я. Что это за место? А тебе нравится? Да, наверное. Когда была дома невыносима, я приходила сюда, в мое прибежище. Что такое прибежище? Место, в котором можно открыться от всего мира. А рыба здесь водится? Раньше водилась. Давай, сам проверь. Ладно, я накопаю червей для наживки. В машине есть лопата, а я пока наберу хвороста. Так, ну пока я на этом заостановлюсь. Игра мне на самом деле нравится, мне хочется ее пройти до конца. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте комментарии. Всем спасибо и всем пока.